Человек подобен дроби. Числитель – то, что он есть, знаменатель – то, что он о себе думает. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь. Лев Толстой Если возьмем Джека Лондона, то, может, он был прав, что у каждого человека сидит тяга к путешествиям. И человеку надо лучше всего в молодости перебродить этим. То есть 18 лет, когда надо путешествовать по всему миру. Человек тогда посмотрел, он со всем миром ознакомился, а потом он, как гражданин Земли, как говорится, созрел и уже может заниматься тем, что он считает, что нужно и полезно. В сущности, этой понятной мыслью Джека Лондона можно объяснить, если не все, то очень многое в жизни Владимира Николаева. Он много путешествовал, изучал большой мир, человеческий опыт. С точки зрения обывательской и рациональной иногда поступал непрактично. Ну, скажем, однажды оставил уютную инженерную работу и улетел за Хабаровск с геологической экспедицией. А вы вербовались-то в качестве кого? Разнорабочего. Диплом вам не мешал этим заниматься? Да, что не мешал. Мы же поехали, у нас экспедиция была небольшая, 5 человек всего. Вот коренной питерец Соболев Александрович, человек, который я уважаю в жизни, из кого я встречал людей разных, он у меня персона номер один. Потом у нас Вадик с Александрова был, я химик молодой. Коля был алкоголик, там пить нечего, значит, это Са. Тоже с Александрова. Лечиться пошел. Сашка был, который от тюряги уходил, значит, я любитель приключений. Вот наша команда была. Мы вдоль речки Майя, это где, ну, Охотское море, если через хребет перевалит, то будет как раз вот эти места. А что вы искали там? Мы делали геологическую съемку, но в результате у нас прослежено богатейшее месторождение фосфоритов на протяжении 700 километров. Оно до сих пор не разрабатывается, но оно самое крупное в мире. Владимир Александрович, а вы на кого учились? Это у меня Московский институт эстрадных танцев электронной техники. У нас вот шкала геологическая хорошая, это я ее перерабатывал, правда. Вот этих всех вырезал, тут часть животных. А кто вам это делали? Вы сами делали? Вы сами делали. Да что вы? Оно международному соответствует, полностью международной шкале соответствует. Только вот мы животных тут я вставлял. Ну и тут вот эту информацию мы как бы приписали, чтобы было понятно, что когда. Как инженер-электронщик Николаев работал до перестройки. А потом страна погрузилась в хаос, посыпалось производство. И тогда ему пришлось осваивать новую специальность – обитажного управляющего. Человека, который занимается банковством предприятий. А как вы вообще в это дело пришли? Ну, предложили, сказали. Как раз я без работы был. Без работы предложили, в администрацию говорят, а хочешь? Я говорю, а давайте. Я пришел, меня приставили коллективу. Я про себя думал, надо драпать отсюда как можно быстрее. Думаю, что я дурак, что ли? Потом думаю, а стыдно, что как же за меня поручили? Сказали, вот я чисто из чувства стыда не сбежал, откровенно говоря. Если бы чувство стыда у меня было менее притуплено, я бы сбежал. А так, как стыдно, ты же стыдал добро, как работай. Вот и все, пошло, пошло, пошло. И сколько раз вы повторили этот опыт? Да там, ну, куча предприятий. В Пистове, в Хвойной, была в Боровичах. Ну, много. Признаться честно, не однажды мы имели удовольствие общаться с Владимиром Александровичем. И полагали, что зарабатывает он сплавом туристов по горной мсте. Водный туризм и музейное дело – история позитивная. В отличие от банкротств, с делюшками и тяжбами, скандалами и судами. Банкротство же – это оздоровление, оно необходимо. Ну, вы не оздоравливаетесь в процессе банкротства? Ну, естественно, не оздоравливаешься. Так а тут, ну как, ты дал добро, отвечай. Человек же должен нести ответственность. Если он на что-то соглашается, он должен это делать. А не так, что ты попробовал, а потом сбежал. Ну, а здесь, если полюбительно смотреть, так вот здесь можно посмотреть. У нас, получается, вот Барыничи, Окладниво где, вот Любытино. То есть у нас, получается, вот это серое – это относится к каменноугольному периоду. И у нас все находки-то именно вот в этот период. То есть вот это было дно моря и океана в каменноугольный период. Вот это, то есть 330-350 миллионов лет назад. Это была суша. И поэтому здесь вот, ну, как бы, прибрежная зона была, и много окаменелости как раз в этой зоне. В чем прелесть Мсты? В том, что она течет прямо по этому ложу каменноугольному периоду, и в ней вы любой камень можете поднять и найти отпечаток там микроорганизма любого. Любой Тино, вот видите, уже тут на грани. Честный музей палеонтологии на берегу Мсты отказался этой весной. Мало кто знает, но в районе порогов река обнажила слои каменноугольного периода. Ученые, геологи и палеонтологи считают это место уникальным памятником природы. По здешним окаменелостям последние сто лет они изучают эволюцию жизни на Земле. Мстата этим интересна, и она, ее, конечно, надо статус определенный придавать этому участку горной мсты, беречь всячески, как-то не осознает ни область, ни прочее. Здесь палеонтологи-то здесь периодически, они были со всего мира, и каждый год приезжают. Туристический сезон на Мсте закончился в сентябре. Гостей в кемпинге почти не бывает. Сегодня подъехали новгородцы. Они здесь сплавлялись до открытия музеев. Теперь заглянули, чтобы познакомиться с экспозициями и дополнить свои впечатления об этом месте. Роль, я считаю, вышневолодской системы, она не доценена вообще в истории России. Империя-то началась практически с этого водного пути. Вот смотри, металл, да, с Урала, по Каме, Волгу, потом с Волги вверх. Ну, а Чусовая пошла, Кама пошла, Волга пошла. Потом по Волге уже, до Вышнего Волочка. Да, по Тверце Вышнего Волочка через нас. И к весне они приходили сюда, и весной начинался сплав по Мсте, да? Они за две навигации шли. Ну, потому что первый железный караван, они железные караваны оживали. В 1731 году Никифор Клёпин вел. Никифор Клёпин, его усадьба под Боровичами, в Сушанях, это его усадьба была. Он переехал потом на Урал. Часть крестьян потом перевез. Поэтому у нас съестный корм, Боровичей с Уралом, в принципе. И он был командир уральских заводов, а впоследствии был командир сибирских заводов. И первый железный караван, вот он лично возглавлял его. Что такое туризм на нашей территории? Вот этого понятия, мне кажется, объективного нету, что ли. Все время, ну, я власть понимаю, естественно, что она все время хочет налоговых поступлений. Налоговых поступлений, чтобы они были, надо трезво ценить. А возможно ли это нам? Возможно ли это? Какой у вас поток этих туристов может быть и на что завязан? Но если мы берём Францию, Франция, извиняюсь, сначала создала инфраструктуру. Она приняла программу здорового образа жизни, создала дороги, подъёмники, всю инфраструктуру. И после этого горнолыжный отдых во Франции стал развиваться. Кстати говоря, там подъёмники до сих пор все государственные. И работают чётко очень, по часам. То есть они вложили... На Куршавелле государственные подъёмники? Да. Они вложили, а потом получились. Важно, чтобы услуга была. Правильно? Ну, в первую очередь, конечно. Конечно. Услуги нету, это хуже. Она должна появиться и заработать? Она должна появиться, функционировать, вырасти до какого-то определённого момента. Если вы видите, что эта услуга уже приносит у вас доход приличный, вот тогда она начинает уже платить налоги. Потому что есть с чего. Вы смотрите, с чего начинается туристический бизнес. Что мы любогорье возьмём, что многое другое берём. Что они заработали-то деньги не на туризме, они заработали на чём-то другом. Да. Потому что у них это деньги лишние. Им и нравится этим заниматься. Может, они с детства об этом мечтали. Они вложили. И вот это начинает работать. А в вашем случае с Арсимьевым не так, разве? Ну, в нашем случае тоже так. Но часто основной поток денег зарабатывается на другом, а сюда довкладывается. Да. Довкладывается, и дай бог, чтобы вот это в нули заработало. А у нас всё время такое ощущение, что власти думают, а, чего-то сделали, значит, зарабатывают деньги. А заработано это на другом. А это-то не даёт. Ну, возьмём даже горнолыжный курорт Любогорье, туда сколько денег-то вложим. Потому что там Александр Фёдорович на строительстве зарабатывал. Если бы он на строительстве денег не заработал, не было бы Любогорье. Но за счёт туризма он даже в нули не может выйти. Эту же систему надо кормить. Время ответственности, вот как я говорю. И опять же сезонность. Конечно, и сезонность. То есть у вас сплошные риски. И поэтому вы должны любого инвестора, даже самого маленького, кто хочет заниматься туризмом, чтобы поощрять его. И при этом давать деньги не тому, ну типа вот я очень не люблю, когда начинают. А вот мы поддерживаем там малых предпринимателей. Вот вы там дайте проект, мы дадим вам деньги, значит, и вы начнёте бизнес. Этих денег уже государство надавало вот так. А чего-то ничего не видно. Надо давать тому, кто уже сам на свои деньги чего-то создал. У него уже работает. Ему надо развиваться. Вот этим людям надо идти навстречу, чтобы дальше всё развивалось. А не тем, кто только начинает. Кто начинает, сами понимаете, мало ли кто о чём думает. У него, может, неспособности, невозможно, ничего нет. Чем это? Ну иди, квартиру заложи, иди, кредит возьми. А у них есть риски, так называемые, да? Которые могут не оправдаться. Конечно. В результате оно как бы деньги израсходовано, а результата – это риски. Самые интересные проекты в сфере туриндустрии нуждаются в системной организационной поддержке и развитии инфраструктуры. В отсутствие дорог продвигать туризм довольно сложно. И это проблемное лето тому подтверждение. А в чём ещё минус большой, что Новгород не желает рассматривать Боровичи как туристические вообще. Он его не желает рассматривать. В то время как Боровичи так сложилось географически, что наиболее выгодное место для развития туризма. Потому что ночевать именно удобнее в Боровичах. Потому что из Боровичей 55 километров Любытино, 35 километров Кончанско, Горном Стату 20 километров, Кончанско-Суворовско, я уже сказал 35. Ну, Валдай тут, да, Иверска. Вот Валдай с вами, наверное, будет спорить. Всё-таки Валдай – это раскрученный бренд, Иверский монастырь, озеро. Валдай, да, раскрученный бренд, Иверский монастырь и озеро. По озеру вы не можете даже… Я был в Валдайском национальном парке, вы не можете заказать вот прогулку по островам, которых много очень островов. Вы её заказываете? Нет. Нет этой услуги в данном случае. Мне понравился там подход властей. Смотрю, центр уже там заасфальтирован, вылезан, и там гораздо больше готовых к приёму туристов, чем Боровичи. Смотрю, Любытино уже Боровичи начинают опережать. По тому, что они открывают, что они делают, как к этому стремятся. Но объективно-то у Боровичей как бы больший потенциал намного, чем у всех остальных. У нас уже, пожалуйста, в гостинице там практически четыре звезды. Есть с аквапарком, есть ледовый дворец строится, как бы всё есть. А потом Боровичи, они просто сдуру не раскручивают имя, потому что все на слово Валда реагируют. Но у нас есть Нобель, извините. А Нобель – имя для всего мира известное. Потому что Эммануил Нобель у нас свой завод здесь на крупе делал. Если вспомнить классика по фамилии Лондон, то опыт странствий помог Владимиру Николаеву понять одну постую вещь. То место, где он родился, уникально. И теперь он знает, что нужно и полезно делать. Есть обстоятельства, которые мы не можем изменить. И есть обстоятельства, которые мы можем изменить. Правильно? Как мы берём, если Конфуция лучше зажечь маленькую свечу, чем клясть темноту? Это как раз относится. То есть каждый человек может зажечь маленькую свечу, она будет гореть. А если она не разгорится, то может быть в большую, а может постепенно разгорится. Каждый должен чувствовать себя гражданином, который конкретно за что-то отвечает.